Дед Мороз Санта Клаус, в отличие от высокого и статного Деда Мороза, небольшим ростом и коренастый. Второе. Обратите внимание на бороду. У Морозка она длинная и волнистая, у Санты борода короткая и кучерявая. Что же касается верхней одежды, у Деда Мороза длинная шуба, пояс, а цвет одеяния может быть любым, но обычно он белый, синий или красный, а на ногах валенки. У Санты короткая красная куртка, кожаный ремень с пряжкой и сапоги. Передвигаются сказочные персонажи с помощью своих верных помощников. У Мороза тройка лошадей, у Санты упряжка оленей. Следующее отличие. Это кто куда прячет подарок. Санта в рождественский носок, дедушка под елку. И, конечно, никто не может представить Деда Мороза без своей внучки Снегурочки. Но у Санты зато есть жена Миссис Клаус и помощники эльфы. У каждого народа свои традиции, поэтому правильно, если мы будем ждать в гости нашего Дедушку Мороза, величавого, волшебного и такого любимого. По традиции Дед Мороз посетит каждую баканскую елку. Здесь он не только поздравит горожан с праздником, но и оценит, как обустроили местные власти места массового отдыха. Каждый год тематика рядовых городков по Бакане разная. Например, в прошлом году за основу взяли русские народные сказки. Конек, горбунок, жар птица, чудо-юдо, рыба, кит. В этом году помимо традиционных скульптур Деда Мороза и Снегурочки установили главный символ года – овцу. На создание хрустального городка только в Черногорском парке ушло намного больше льда, чем в Красноярске. 70 метров ледяного ограждения, 8 горок для малышей и взрослых, высотой от 2 до 6 метров, в оформлении которых угадывается разнообразие сибирской природы. Главная горка Саяны получила оригинальное художественное оформление. Ее протяженность 60 метров, а высота 7 метров. Забравшись на гору с одного конца площади, оказаться на другом можно всего за несколько секунд. Больше 20 ледовых скульптур и самая высокая елка города пройти мимо просто невозможно. Как показывает практика, уже в прошлом году здесь детишек проходит практически тысячи. Здесь очередь огроменная стоит суда. Каждая горочка фактически востребована. Кто-то маленькими детишками, где-то большими. Ну и приятно, что уже дети проводят время не за компьютером, а здесь сидят и катаются. Чтобы ледовый городок показался жителям Абакана как можно более сказочным, авторы воспользовались световой заливкой. В ограждении городка и во все скульптурные композиции вмонтированы тысячи кирлянд. И каждый вечер ледяные фигуры переливаются разноцветными огнями и дарят людям ощущение праздника. По народному календарю 29 декабря называется «Агеевым днем». По народным приметам, если сегодня выпадает иней или стоит ясная погода, то на Рождество 7 января будет тепло. Если пасмортно и мороз, то холода не покинут в Хакасию вплоть до Крещения. Несмотря на все погодные и экономические невзгоды, встречайте самые любимые зимние праздники вместе с Вести. Редактор субтитров А.Семкин